Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор книги Челомей Николая Бодрихина. Владимир Николаевич Челомей может по праву носить имя отца ракетного щита Советского Союза и России. Один из самых засекреченных военных и ракетных дел специалистов. По сути благодаря его работе было поставлено на боевое дежурство множество крылатых ракет, которые поначалу назывались самолетами-снарядами или беспилотными самолетами-снарядами и их доводка до ума продолжалась в течение практически 30 лет с небольшими перерывами жизни Челомея. В итоге благодаря ему эти так называемые самолеты-снаряды были приняты в эксплуатацию и использовались в армии и используются до сих пор под именем крылатых ракет. Зачитаю кратко аннотацию к книге. Владимир Николаевич Челомей. Годы жизни 1914-1984. Один из основоположников советского ракетостроения и космонавтики. Выдающиеся советские ученые в области механики и процессов управления. Генеральный конструктор комплексов с крылатыми и баллистическими ракетами. Космических систем, станций и аппаратов. Он был едва ли не самым засекреченным советским ученым. Это накладывало определенный отпечаток на его публичность. Грандиозность и многоградность решаемых им задач, равно как и его уникальная одаренность, часто вносили сложность и даже драматичность в его яркую творческую судьбу, которая, несмотря на все удары и искушения, была увенчана замечательными достижениями. Книга написана с использованием материалов и документов НПО машиностроения ГК НПЦ имени Хруничева, Российского госархива экономики, архива Фран и МГТУ имени Баумана, дополнена фотоматериалами, некоторые из которых публикуются впервые. Довольно интересно читать эту книгу было, особенно в тот момент, когда автор вдруг переходит на историю знакомых, у которых жила семья Челомеев в 10-20-х годах 20 века. Оказалось, что они жили в Полтаве во флигеле дома, который когда-то посещал Николай Васильевич Гоголь, а обитатели этого дома были потомки Гоголя и Пушкина. И разобраться в хитросплетениях этих отношений было довольно таки интересно. Упоминаются такие люди, как Сергей Дмитриевич Данилевский, София Николаевна Данилевская, которая в девичестве носила фамилию Быкова, а ее родителями были Мария Александровна и Николай Владимирович Быков. Николай Владимирович Быков, как оказалось, был племянником Гоголя, а его мать была родной сестрой Гоголя. Мать Николая Владимировича Быкова, ее звали Елизавета Васильевна, она была урожденная Гоголь. И когда я читал эту информацию, я был удивлен, но в то же время стало понятно, откуда у Челомея вот эти задатки исследователя, задатки человека, который не сдается перед трудностями, а на его жизни выпало много трудностей и много отказов со стороны приемных комиссий, со стороны властных органов и структур и властных людей. И читая начало его биографии, это проливает свет на то, что он смог пробиться так высоко. Я имею ввиду Челомей. И писатель не зря уделил столько внимания первому периоду жизни конструктора. Хотя сначала, когда я только начинал читать, мне казалось, вот эта именно часть про его детство и юношество, она довольно скучная. Но потом, когда книга продвигалась дальше, по повествованию, по разработкам, которые вел Челомей, становилось понятно, что вот этот характер, который у Челомея выработался, он оказался с детства. И благодаря именно этим людям, этому окружению, в котором жил Челомей, благодаря этим людям он этому всему научился и приобрел такой характер. Авторы отмечают, что в этом доме было принято, где жил Челомей, было принято разговаривать о музыке, о классической. Бах, Бетховен, Моцарт и так далее. О классической русской литературе, читать эту литературу, играть на инструментах классическую музыку. То есть получается так, что Челомей, прежде чем пойти и получить техническое образование, фундаментальное, он вначале получил человеческое образование. То есть на основе русской классической литературы, на основе великих шедевров классической музыки. И уже потом эта база стала для него опорой в жизни. И он смог преодолеть те невзгоды, которые выпали на его долю. Вот фотография Челомея в 1959 году. Пересказывать его трудовые подвиги я не считаю возможным. Однако мы обратимся на короткое время, обратимся к содержанию книги. Чтобы понять, чем автор наполнил эту книгу. Итак. Предисловие. Оно состоит из текстов двух достаточно значимых людей. Это Шойгу, министр обороны России. И Фортов. Слово к читателю. Это президент РАН. Дальше идет предисловие. Первая глава начала. Покорите стихии. Корни детские годы образования. Глава 2. Выбор цели. Первый двигатель. Рядом с немецким следом. Самолет и снаряды. Тут рассказывается про ФАУ-2. Единственное. Про встречу с своей будущей женой. И как он за ней ухаживал. Преподавательская работа и научная квалификация. Здесь рассказывается о том, как он защитил докторскую диссертацию в 41 году. Накануне войны. Но не смог сдать документы в ВАГ. Они потом затерялись. Ему пришлось дорабатывать диссертацию и защищать ее снова уже через примерно 10 лет. Глава 3. Музыка ракетных стартов. Возвращение в строй. Крылатые ракеты. Академическое признание. Противокорабельные крылатые ракеты. Филиалы и названия. Ракетопланы. Космические системы. Испытательная база. Баллистические ракеты. Глава 4. Апогей. Луна казалась совсем близкой. Работы только одного года. Характер. Глава 5. И вечный бой. Алмазы. Огранка оправы подделки. Будни и праздники. Первопроходцы космоса. Яркий след крылатого метеорита. Проекты и наука. На общественной ниве. Семья. Все остается людям. Основные даты жизни и деятельности Челомея. Статьи, монографии и изобретения Челомея. Это я перечислил главы этой книги. Выдающаяся личность. Хорошо, что Николая Бодрихина допустили до архивов. И он смог написать эту книгу. А мы с вами смогли ее прочитать. Я рекомендую вам. Если вам интересна история Советского Союза. История развития техники в Советском Союзе. То эта книга будет вам по меньшей мере интересна. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.